Сегодняшняя тема Секс в душе прекрасен по нескольким причинам. Например, в нем можно сполна насладиться друг другом во время менструации у женщины. Или спрятаться от вездесущих детских носов, актуально для родителей малолетних разбойников и почемучек. Да и просто разнообразить свой интимный досуг, это приятно и здорово. Но скользкий кафельный пол или гладкая ванная могут представлять и опасность. Гинеколог и сексолог Джан Гюнтер утверждает, что секс в душе нужно максимально обезопасить. Не используй мыло вместо лубриканта во время секса мыльная пена отлично помогает рукам скользить по телу, а коже по коже. Но вот при проникновении внутрь оно способно серьезно навредить. Перед тем, как перейти непосредственно к половому акту, смой все следы мыла или геля. Иначе потом рискуешь долго лечить сухость и раздражение слизистых. У обоих, кстати, да и вообще на будущее, никакие кремы, ароматические или обычные масла нельзя использовать вместо смазки. Просто, нет, пожалей себя и партнера, и не забывай о презервативе. Вероятность беременности никак не снижается при смене места занятий любовью, а неприятные болезни не будут смыты струями воды из душа. Лубрикант нужен всегда во время секса. Секс в душе или секс во время месячных сталкиваются с одним странным и даже смешным стереотипом. Мол, дополнительный лубрикант не нужен, ведь и так мокро. Но мокро вовсе не значит, скользко. Наоборот, вода отлично смывает еще и естественную смазку. А уж если во время прелюдии вы развлекались и возбуждались намыливанием друг друга, для секса в душе лучше всего брать лубриканты на силиконовой основе. Но если вы используете презерватив, то он не подойдет. Возьмите лубрикант на водной основе, а вот душ на это время выключите, чтобы капли воды не попали на резиновую защиту. Пять самых важных ошибок в сексе собрали в галерее ниже, не занимайтесь акробатикой во время секса в душе даже если вы оба, мастера спорта по стоянию в сложных осанах и чемпионы мира по акробатике, все равно нужно соблюдать осторожность. А уж если вы вообще далеки от растяжки и прочей гимнастики, будьте очень, очень внимательны. Не опирайтесь на раковину, она может упасть, руки могут соскользнуть. Не принимайте замысловатых поз, баланс будете тренировать в другом месте. Не вставайте под полочки с баночками, в пылу страсти вы запросто можете приземлить их друг другу на голову. Что-то попроще, с надежной опорой на четыре конечности, doggy style, например. А на пол, или на дно ванны, положите антискользящий коврик, на всякий случай. Кстати, и прежде чем приглашать в свою жаркую компанию вибратор, уточните, можно ли его использовать под струями воды, об этом написано в инструкции. Если таковой нет, бывает, возьми гаджеты без батареек из резины или латекса или вообще используйте душевую насадку для эротических игр. Если что-то идет не так, переместите секс из душа. Люди бывают порой исключительно упрямыми. Например, если им взбрело в голову заниматься сексом в душе, они могут стараться и трудиться очень долго. До тех пор, пока не возненавидят всю эту затею. Мыло кусается, напор воды отвлекает и мешает, ноги скользят. В этом случае не нужно стоять на своем до победного конца. Выключите воду, вытритесь полотенцами, и перемещайтесь туда, где будет удобнее и комфортнее. А как менструальный цикл влияет на твои ощущения во время секса, читай под фото, читай еще, почему в сексе нужно пробовать что-то новое, и как это сделать. Ставьте.